ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛИТИКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛИТИКОМ ЯЗЫКЕ В ближайший месяц-два, ну а за ними, я думаю, остальные подтянутся, не переживайте, рост цен ожидается и на мясо, и на хлебах, да. Чуть не забыл авиаперевозчики, стоимость билетов уже увеличили, туроператоры, короче, закон сохранения энергии никто не отменял. Если в одном месте прибыло, значит в другом обязательно убудет. Начинаем! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛИТИКОМ ЯЗЫКЕ Ну что, поиграем? Ах да, не все ведь еще в курсе. А дело в том, что вот уже несколько месяцев я периодически зависаю в компьютерной игрушке Викинги Вайна Кланов. Некоторые из вас уже вошли в мою команду, и мы рубимся вместе, кое с кем, правда, друг против друга. А ты еще не успел присоединиться? Самое время сделать это сейчас, тем более, что создатели игры снова раздают бонусы. Викинги — это яркая, сочная, современная графика, невероятное количество социальных фичей, а еще это стратегия. Сегодня викингов рубятся геймеры по всему миру, заведи себе друзей на другом конце планеты. Вступай в клан, где тебя поддержат в трудную минуту, поделятся ресурсами, не дадут пропасть, или объединяйся со мной. Регистрация, кстати, абсолютно бесплатная, происходит в два клика, а так как игра браузерная, тебе не придется париться с установкой. Захламлять жесткий диск? Переходи в игру по моей ссылке, и ты получишь бонус 200 золотых монет. Поверь, эти деньги тебе не помешают. В общем, жми уже на нее. До встречи на поле брани. А Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира. Мы на седьмом месте по этому показателю с потреблением алкоголя на душу населения в 11,1 литра. И это не объективная цифра, как вы понимаете, потому что старики детить не пьют. Женщины тоже очень малопьющий контингент. У молодежи сейчас это вообще не принято. Ребята младше 25 даже пива не употребляют. Можете сами понаблюдать и того, что мы имеем в сухом остатке. Ужаснитесь. На самом деле, на каждого среднестатистического мужчину в России, который не прочь иногда хлобыснуть, приходится никакие не 11 литров, а все 20, если не 25. Как видно, люди наиболее равнодушны к алкоголю проживают в северо-кавказских республиках. А вот самыми пьющими регионами названы Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Те, кто оказался на самом дне бутылки, конечно, не согласились с экспертами. А вот это уже вторая часть марлезонского балета. Да, самыми пьющими являются самые депрессивные регионы. Предпосылок тому несколько. Во-первых, конечно же, отсутствие в таких регионах какого-либо выбора в плане работы, например, если она там вообще есть, а значит и перспектив. Ну, можешь ты устроиться в том же ЕНАУ-бурильщиком. Все, других вариантов нет. Конкуренции на рынке вакансий тоже нет, значит, торговаться с работодателем по поводу зарплаты бессмысленно. Во-вторых, убогая инфраструктура, ну, что вы думаете, какой-нибудь Муравленко прям кишит торгово-развлекательными комплексами, кинотеатрами, спортивными сооружениями. Да, там бараки только вчера снесли, да и то не все. Человек в этом городе живет по принципу работа-дом, работа-дом. Дали выходной, он пошел за бутылкой. До чего я предположениями сыплю? Я сам в таком депрессивном городишке почти год прожил. Это был Ставропольский край, где я находился в длительной командировке. Не все видели? Тогда внимание. Кстати, вот там вот в презентационном ролике был показан завод, нет, в этом городе завода. Собирались построить, но так и забросили идею на полпути. Инвесторы отказались вкладываться, а у государства денег не нашлось. Так и стоит тот завод заброшенный. Чем живет муниципалитет? Да на честном слове все держится. Собирают земельный налог с частных домовладений, их там 40 тысяч. На эти деньги, собственно, и существуют. Весь бизнес. Это два рынка, несколько сетевых магазинов и огромное количество точек по розливу пива. Вот выходишь из подъезда, идешь в любую сторону, обязательно уткнешься в пивняк. Работают люди в большинстве своем в Ставрополе, причем за копейки там 10-12 тысяч рублей зарплаты. Но это, правда, три года назад было, хотя не думаю, что сейчас что-то здорово изменилось. Пьющих действительно очень много. Постоянно наблюдал картину, как каждое утро, там, с 11 утра алкоголь начинают продавать в сторону магазина, потянулся народ. К обеду полки с алкоголем уже полупустые. С чего люди пьют? А вы-то сами как думаете? Да от хорошей жизни. Это реальная журналистика с плохими новостями из полей. Поехали! Так что, то, что мы всего лишь на седьмом месте в рейтинге самых пьющих стран мира, это бабушка надвое сказала. К тому же, я бы предложил еще внимательно посмотреть на тех, кто выше нас в этом рейтинге. Австрия, Чехия, Турция, Израиль. То есть, популярные туристические направления. Там туристы главным образом алкоголь-то потребляют, и не местное население. Господа, печальная статистика. Очень печальная. Водные войска, ВДВ, их не зря так называют. Боя, справа нас! Воздухи, первые... Воздухи, первые... Помолчите, пожалуйста. Первые воздухи, первые... Ты будешь со мной, б***ь, разговаривать, б***ь, сейчас. Перемечаемся в Восточную Сибирь. Там еще один прорыв нас ожидает. Воду Байкала вывели в офшор. Если точнее, единственным в России предприятием, которое будет продавать воду из уникального озера за рубеж, стала компания, принадлежащая гражданину Кипра. Компания, что получила право сливать легендарный российский водоем, продала контрольный пакет акций иностранцам. Примечательно, что шум вокруг этой истории поднимался уже не раз. Я про добычу воды. Изначально китайцы планировали их разливать байкальскую воду по бутылкам, и даже разливали. Народ поднял бузу. Чиновники сказали, ну да, что-то как-то это неправильно. Обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия с самым высоким экологическим стандартам. Дмитрий Медведев о строительстве на озере Байкал завода для экспорта бутилированной питьевой воды в Китай. Тот самый поселок Култука, о котором мы рассказывали на минувших выходных в документальном фильме Ольги Курлаевой «Байкал на розлив». Теперь знает вся страна. По словам премьера, в последнее время постоянно получает сообщения по этому поводу в соцсетях. Да и вообще, тема острая и уж точно активно обсуждаемая. Прежде всего, в контексте возможных негативных последствий. Ущерба уникальной природной зоне и столь же уникальному микроклимату. Достаточно вспомнить хотя бы интернет-петицию с требованием свернуть проект, про который мы ранее уже рассказывали. Прошло время, шумиха улеглась, и мы с вами узнаем, что Байкал все-таки продали. Правда, не китайцам это обстоятельство, вероятно, должно всех нас согреть, а структурам близким к Олегу Дерипаске. Да, вот этот самый гражданин Кипра, по некоторым сведениям, является пешкой российского олигарха. Вопрос уже решен. А воду из байкальской линзы будут развивать? Налоги пойдут, видимо, на Кипр. Деньги на счета в зарубежных банках – класс. Хочу просто спросить. Вы можете себе представить реакцию, скажем, американской общественности, если бы однажды утром они там узнали, что Ниагарский водопад отныне принадлежит какому-нибудь кенийцу или мадагаскарцу? Да я уверен, там бы такое началось сразу. Конгресс и Сенат расследования тут же назначили. Президент бы имел бледный вид по всем каналам. Волна негодования. Как же вы допустили? А у нас национальное достояние Байкал отдали на откуп непонятной компании, зарегистрированной в офшоре. И тишина. Конечно, это ведь не так важно, как то, что Зеленский уволил какого-то своего представителя из правительства Украины. И как я жил-то раньше без этой очень необходимой для меня информации? Ну и еще раз о мусорной реформе. В последнее время я много об этом говорю. Которая с треском провалилась меньше, чем за год. На этот раз речь идет о региональных операторах, то есть о предприятиях, вывозящих твердые бытовые отходы на полигоны для последующей утилизации, многие из которых оказались на грани банкротства. Причина – массовые неплатежи. Какими могут быть последствия? Они уже начались. На Алтае, в Бийске, введен режим ЧС из-за мусорного коллапса. Городские улицы там в буквальном смысле превращаются в свалки. Местная администрация в спешном порядке пытается изыскать свободные средства в бюджете на борьбу с данной напастью. Слушайте, прелесть какая, а. Чистоплю и в Москве ту реформу придумали, пролоббировали ее принятие, а то, что оно сейчас не работает, всем чихать, бабки-то уже попилены. Это Россия, детка, а это реальная журналистика, и нам пора закругляться. Дальше сами все знаете, ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok